И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Друзья, сегодня в этой серии мы посмотрим с вами красивые пейзажи с других планет, возможно, где есть жизнь. Но мы будем рассматривать не просто красивые пейзажи, а будем смотреть красивые пейзажи на ночное, на дневное небо с полюсов планет, там, где есть северное сияние. В принципе, я уже нашел первого претендента, где можно посмотреть красивый пейзаж. Давайте рассмотрим вот такая вот планета. Жизнь здесь даже есть, органическая, одноклеточная, морская. Это у нас класс планеты, умеренная озерная, супертерра с жизнью. Состав гидросферы H2O, SO2, смотри, даже есть и кислород, то есть здесь можно дышать. Несмотря на то, что здесь очень повышенное атмосферное давление, 87,5 атмосфер, температура 30 градусов по Цельсию. То есть, в принципе, здесь тепло, я скажу. Ну что ж, давайте попробуем опуститься на ее, наверное, скорее всего, это Южный полюс или Северный полюс, я не знаю. Так, давайте опускаемся и посмотрим. Давайте прямо сразу, в принципе, можно, наверное, приземлиться на объект. Так, приземлиться на объект. Нет, только нам надо где-нибудь, как я и планировал, сесть на полюс. Так, ну что ж, ладно, не проблема. Давайте тогда перелетим. И здесь, в принципе, уже яркие краски мы наблюдаем. Давайте на ночную сторону сначала. Так, что у нас на поверхности? Посмотри, какой рельефт. Рельеф, да? Классные горы. Блин, так, ну давай попробуем опуститься. И посмотрим поближе. Так, генерация объекта у нас произошла. Так, прекрасно. И, в принципе, здесь уже такой красивый пейзаж. Я бы сказал, здесь даже рассвет здесь не ночь. Так, прорисовка лун. Кстати, у планеты 5 лун. Давайте немножко ниже опустимся, прямо на саму поверхность, в принципе. Вот такой интересный грунт. Так, ну и что мы здесь наблюдаем? Наблюдать мы будем сейчас мы с вами. Вот такие красоты. Так, я думаю, нужно увеличить время. Посмотреть на это северное сияние в ускоренном режиме. Кстати, смотри, обратите внимание. Туманность небольшая где-то. Ох, красочное переливание северного сияния. Классно. Так, и восход звезды. А, кстати, смотри, на фоне мы видим две еще планеты этой родительской звезды. Даже в ярких лучах звезды мы можем наблюдать северное сияние. Это фантастично. Это красиво. Согласись. Так, ну давайте, наверное, перемотаем. И, в принципе, можно, наверное, даже перелететь. Зачем нам перематывать время? Мы можем перелететь на ночную сторону. И здесь можно, наверное... Ну, здесь как бы можно наблюдать отблески, скорее всего. Прорисовка облаков. Давайте перелетим поближе. Где-нибудь вот над этими горами можно будет посмотреть. По-моему, небо полностью заволокло облаками, поэтому северного сияния мы уже с вами особо не сможем рассмотреть. Нет, ну даже днем здесь видно отблески, смотри. Обалдеть. Так, ну что ж, давайте посмотрим, наверное, какой-нибудь... Блин. Слушай, горы здесь просто... Я не знаю. По-моему, на них... На них снег или лед? Да, скорее всего, это снег. Здесь есть кислород. И я думал, что это замерзший углекислый газ, но... Здесь есть и вода. Поэтому это... Это снег и лед. Так, давайте поищем другую планету и посмотрим. Итак, друзья. Я нашел еще одного интересного претендента. Он находится практически, можно сказать, на краю нашей галактики Млечный Путь. И здесь, в принципе, это теплая пустынная терра. Так, диаметр 8157 километров, температура 87 градусов по Цельсию, атмосферное давление 1,97. Слушай, это приближенное к нашей Земле. Практически, да. И смотри, у планеты есть 20 лун. И, возможно, с поверхности мы сможем их сейчас разглядеть. И на ночной стороне, и на дневной стороне. Особенно будем сейчас смотреть мы на фоне красочного северного сияния. Эти все красоты. Так, планета, кстати, еще с планеты можно будет увидеть несколько диффузных туманностей. Давайте опускаться на поверхность. Так, состав атмосферы у нас это углекислый газ, азот и, по-моему, еще какие-то газы. Так, ну и что здесь у нас есть? Где у нас северное сияние? Так, по-моему, я далеко перелетел. Давайте немножко поближе перелетим. Прямо в самый эпицентр, можно так сказать. Да, где-то примерно вот так. Здесь приземлиться. Так, отлично, горы. Посмотри, как красочно на фоне гор смотрится северное сияние и наш Млечный Путь. Это просто прекрасно. Прямо край Млечного Пути. То есть ты готов прямо в нем утонуть, как будто прыгнуть туда и упасть, падать в бесконечность. Так, что здесь еще можно наблюдать на фоне этого всего? Ну, я думал, я увижу, конечно, какие-то туманности, но, по-моему, ничего подобного. Давай попробуем перемотать время. Посмотрим все эти краски. Давай еще немножко ускоримся. Нет, ну, в принципе, да, выглядит красиво, сочно. Сейчас будет восход, я так понимаю. Восход звезды. Ох, довольно-таки плотные, плотные облака. Восход звезды. Так, ну, давай попробуем еще раз перемотать на, наверное, на ночное время. Давай ускоримся, перемотаем мы это все. Так, три луны, по-моему. Можно было наблюдать днем. Четвертая луна. И, по-моему, у нас уже закат. Да, закат и то самое красивое северное сияние при полной темноте и при наблюдении за Млечным Путем, да? Жалко, вот не хватает. Не хватает на фоне какого-нибудь газового гиганта. Можно, конечно, найти какую-нибудь луну рядом с газовым гигантом. Если, конечно же, она хоть немножко будет напоминать хоть какой-то частью Землю. Чтобы там была какая-нибудь хотя бы атмосфера, и мы смогли бы наблюдать с вами красочное северное сияние. А вот, кстати, смотри, туманность. Наблюдаем на фоне всего этого. И, по-моему, это у нас Магеллановые облака. Луна. Это теплый астероид, кстати. Смотри, он... Обалдеть, как он рядом. Всего лишь на расстоянии 3672 километра. А диаметр его 219 километров. Довольно-таки большим он кажется с поверхности. Так, ну давай попробуем найти еще какую-нибудь планету. Я думаю, эту планету будем искать. Даже не планету, а луну рядом с газовым гигантом. Чтобы найти, наверное, наиболее сочные краски. Итак, друзья, я, видимо, нашел то, что мне было необходимо. Я нашел вот такой большой горячий Мега Нептун. И у него есть 20 лун. И, в принципе, одна из его лун. Вот такая горячая пустынная Терра. В принципе, здесь все планеты и газовые гиганты, они раскалены. Потому что они находятся очень близко к своим родительским звездам. Здесь двойная звездная система. Желтый гигант и желтый карлик. Посмотри. Ты видишь, да? Планета, раскаленная пустынная Терра. С нее прям материю все сдирает. Она очень близко к своим родительским звездам расположена. И сейчас мы с вами рассмотрим, в принципе, отсюда, наверное, наиболее шикарные виды, шикарный пейзаж. Че прикольно, смотри. Одна сторона планеты, ну, этой луны, вернее, освещается двойной звездой. А другая сторона освещается вот этим раскаленным мега-Нептуном. И как бы есть такой небольшой промежуток здесь, где все время, наверное, не то чтобы все время, да? Здесь не бесконечные солнечные сутки, но где время от времени бывает полная тьма. Кстати говоря, в этой полной тьме мы сейчас с вами и приземлимся. Так, я надеюсь, здесь не очень плотная атмосфера, чтобы нам наблюдать и газового вот этого могучего гиганта, и наблюдать северное сияние. Ого, это фантастично. Давай немножко подальше на край, наверное, как-нибудь перелетим. Плотная атмосфера. Так, давай ускоримся. Я думаю, вот здесь, вот на том расстоянии, можно будет это наблюдать. Кажется, что как будто это огромный красный гигант, да? Планета расположена очень близко к красному гиганту. Кстати, смотри, мы все так же находимся на краю Млечного Пути. И давайте ускорим время и посмотрим, как все это будет выглядеть. Давай перемотаем еще. Наверное, сейчас будет уже восход, я думаю. Должен быть. Должен наступить тот самый промежуток. Ого, классно. На фоне, блин, этого газового гиганта, это просто обалденно. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Был хороший промежуточек, стоп. Давай еще немножко. Я нажму на паузу, как только будет этот промежуток дня. Вот, вот он. Ты посмотри, тут просто невероятный восход. Все-таки, наверное, здесь, вот этой именно стороной планета всегда повернута газовому гиганту. И здесь, как бы, восходы, наверное, очень редкие. Так, ну давай немножко ускоримся еще. Ускорим время. Просто невероятный такой розово-фиолетовый восход. И опять полнейшая тьма. Я хочу видеть это еще раз. Так. Вот оно, то самое, да. Вот такой вот красивый фон. Можно было бы, в принципе, наблюдать с этой планеты, если бы мы бы на ней с вами стояли. И, кстати, смотри, на горизонте, я не знаю, видишь ли ты или нет, видно Млечный Путь. Ну что ж, очень красиво. Вот это вот вообще просто шикарно. Ну что ж, друзья, наверное, на этом я закончу свою серию. Всем, кому понравилось, друзья, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые серии по Space Engine. Пишите ваши комментарии. Все, друзья, до новых встреч. Скоро с вами увидимся. И помните, космос и вселенная бесконечна, и мы только начинаем в ней свое путешествие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok